Видеокурс техника удара в муай-тай. Изучи технику ударов руками, ногами, локтями, коленями и отправляй всех в нокаут. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С вами проект Муай-тай Сикея, я Варченко Виталий. Сегодня я вам покажу топ-20 нокаутов в женских единопорствах. Итак, на 20-м месте у нас Аванайт с Орелли Мучино, которая по боксу четко, красиво, по классике отправила в нокаут левым боковым. Очень классно, в челюсть. Все как обычно, скажем так, как это часто бывает, как это любил делать Тайсон, но, конечно, и чуть-чуть не пропустила сама. На 19-м месте у нас бой по ММА и такой довольно редкий, конечно, прием, но если он получается, то получается именно так, как на видео. То есть, когда один противник в маунте, его удерживают, он поднимает нижнего бойца и со всей силы бросает вниз с затылком. На 18-м месте у нас опять поединок по ММА. Ну и здесь классическая комбинация с хай-киком в догонку. Очень хорошо она проходит не только в ударных единоборствах, но и в ММА особенно, так как нету больших перчаток прикрыть голову. И особенно стараются бойцы ММА почему-то ловить ноги, наверное, с целью потом перейти в партер. На 17-м месте у нас опять бой по ММА. Красный угол бросает лоу-кик, бросает серию ударов, пропускает правый прямой. И с бэкфистом правой руки с разворота очень хорошо, очень четко попадает в челюсть. А снова повтор и без шансов. Вот он бэкфист. И дальше еще в догонку пошла левая рука ладошкой. 16-е место. Опять у нас бой по ММА, работа в стоечке. И снова бэкфист после двойки. Очень хорошая комбинация, конечно. Насколько она пройдет в поединке, тяжело сказать. Но в этом поединке, в данном поединке очень хорошо зашла. Два прямых и бэкфист. И вот у нас бой по Кейван, который заканчивается очень суровым-суровым нокаутом из огромной серии боковых. Здесь, конечно, тяжело что-то сказать по поводу защиты, когда один противник уже уставший, а второй идет целенаправленно в атаку. И снова у нас поединок на 14-м месте между двумя хорошими боксершами. Вот одна заходила с двоечкой и вторая через руку правым-правым кроссом-свифтом достала. 13-е место. Поединок по Муай-Тай. И четкий левый хай-кик. Навстречу. Довольно часто, кстати, проходит такой удар, потому что бойцы, когда идут в атаку, опускают всегда руки. Ну, это так, можно сказать, не всегда новички. И вот только что вы видели, когда летит левая нога, левый хай-кик почему-то опустила руки. Опять хотела отбить руками. На 12-м месте у нас ММА. Опять сходочка. Зашли и двоечка красивая правой ручкой. Все как надо с плечом. Достала, крутила кулачок. И просто нокаут. Просто. Даже, казалось бы, на дистанции, казалось бы, уже вот-вот ушла. Успела разорвать дистанцию. Но нет. Вот он правый прямой четко скосил. 11-е место. Снова у нас поединок по Муай-Тай. Ну, вот здесь сразу видно и классный удар с разворотом в живот. Сразу видно разный уровень бойцов. И четко с разворота в живот. Уже противник синего угла. Девочка сразу пошла в глухую защиту. Этим воспользовался боец красного угла. Поединок по ММА. И вот он классический удар рукой правой через руку в наклоне. Это такой классика ММА. Правая рука снизу махом таким от жопы. Еще этот удар называют корякой. Четко заходит, когда показывают проход в ноги и делают этот удар. И здесь у нас опять бой по Муай-Тай. Очень четкий хай-кик навстречу от лоу-кика. Один боец хотел пробить лоу-кик, но девочка ее опередила и своим хай-киком сразу через опущенные руки просто положила. На восьмом месте у нас снова поединок по ММА. И опять этот же удар практически коряга, только более техничная. Без опущенной руки, скажем так, тоже с замаха. Отвод руки правой был. И удар такой сверху вниз боковым очень четко ложит соперницу на землю. Потому что левая ручка опять-таки опущена. И здесь обмен ударами пошел. Не особо техничен, но для ММА довольно неплохой. И вот он правый боковой. Сама не ожидала, как положила. Как бы уходила назад, отступала под давлением соперницы. Но при этом махнула правой рукой и сбоку попала. Отступает и правый сбоку. Клац четко в бороду. А потому что соперница увлеклась. Пошла вперед. Сама хотела ударить сбоку. Руки опустила. И словила. То, что хотела сделать, то словила сама. И на шестом у нас месте такая вот красота. Вертушка в прыжке. Очень классно, конечно, пробила. И по комплекции не скажешь, что девочка может такое делать. Килограмм под 80 у нее есть. Но такую вертушку дала и положила четко. Но это у нас поединок по боксу. И нокаут стоячий. Судьяб дает продолжать бой. И очень зря. И еще два удара просто лишних. Просто очень лишних. Очень классно положила. Снизу сбоку доработала. На месте суди надо было останавливать все гораздо раньше. И на четвертом месте у нас новая ММА. Летят ноги. Успевают уходить. А вот и не успели. От левой. Левый хайкик прошел. Немножко потряс. Боец уже немножко такой подшатанный был. Уже поплыл. И левый прямой четко доработано через руку. Как видите, удар был навстречу под руку. Поэтому был очень неожиданным. И третье место у нас. Боксерский поединок. Хорошая работа руками. И четкий нокаут. Такой глубокий. Хороший. Все как по книжке. Левый сбоку. Короткий крюк. Провалила и споймала. Бам-бам. Сразу. КПС красного угла. Хотела бросить правый прямой. Провалилась и пропустила левый крюк. Второе место. ММА и хай-кик с левой ноги. Дергала, дергала и не рассчитывала на удар ногой. Да, очень, очень это опасные такие удары. Вот первый удар, видели, прошел в корпус. Она была готова к второму удару в корпус. Опустила две руки, опять-таки отбивать эту ногу. И получила в голову. Это очень частая ошибка. На первом месте по боксу работая. Опять правый навстречу. Самые страшные встречные удары. Очень они страшные. Надо нарабатывать. И они очень часто посылают нокаут. Но их довольно тяжело провести. Пиши в комментариях, что ты думаешь вообще о женских единоборствах. Стоит ли ними заниматься и получать такие глубокие нокауты. Подписывайся на канал, ставь лайки. Собирай видео в курсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, по технике ударов. В конце и под видео, в описании под видео. Также подписывайся на мои стойки и будем тренироваться вместе. Настойчивости в тренировках. Продолжение следует...